Вот уже как более года во время операции обработку ран после ожога или обморожения проводят с помощью гидрохирургической системы. С помощью гидроножа хирург избирательно удаляет и эвакуирует нежизнеспособные ткани, бактерии из ран, ожогов и повреждений мягких тканей, используя щадящую хирургическую технику. Аппарат способствует быстрому заживлению ран, снижению интоксикации пациентов. Более тонко она может очистить рану, вот так вот она выглядит, и тут у нас получается идет струя воды, которая под набором очищает рану. Благодаря этому рана более не сильно травмируется в этом, и когда мы производим дальше аутотермопластику, само приживление аутотрансплантата, она более удовлетворительна, лучше. И в ранние сроки. Да, и получается раньше мы без версаджета могли это, ну, длительное время могли ожидать вот это, да, аутот пересадки, а сейчас мы это можем делать уже на более ранних сроках, благодаря этому аппарату. То есть время заживления и оздоровления сокращается, да? Да. Примерно можно сказать полтора, и в некоторых случаях даже два раза может быть сокращаться срок лечения. Ну, в основном где-то в среднем полтора. Для больших ожогов даже спасает жизнь, можно сказать. Медицинское учреждение является единственным ожоговым центром в республике. В связи с этим на базе медучреждения активно работает санитарная авиация. Специалисты центра в экстренной форме оказывают круглосуточную медицинскую помощь всему населению Якутии. Так в год центр совершает более ста экстренных вылетов. Совсем недавно был вылет, например, в город Мирный, где, ну, большая была там ЧАЭС, взрыв газа на производственном участке. В общем, там было 9 пострадавших. Они тоже все эвакуированы к нам. Несколько человек из них уже выписано, остальные проходят лечение в нашем отделении. Обследование произвели. Спасибо за это тоже. Очень хорошо обследовали все. Лечили. Поместили сначала в реанимацию, по-моему, 2 или 3, 2 или 3 суток я там находился. Потом уже в общую палату перевели. Думал, там, ну, там, с лицом что-нибудь будет. Да, это не столь важно было после аварии. А главное, что на ноги поставили, что мы живы, здоровы. Вы вот нас на ноги поставили. Ну, и теперь я вон уже могу бегать, прыгать, танцевать. Благодаря именно ожоговому центру в России начали внедрять методику телемедицины. Для выработки правильных тактик эвакуации и транспортировки пациентов в Якутск специалисты центра с 2008 года ведут онлайн-осмотры пострадавших в первые часы получения тяжелых травм. Я горжусь тем, что работаю рядом с такими коллегами, которые до конца отдают своей работе. И я сегодня хочу сказать, что сегодня мы активный боевой коллектив, который способен собраться и работать в режиме ЧС в течение очень короткого времени. Мы готовы и как и к вылетам, как и к оказанию массового поступления здесь. Каждый год мы внедряем что-то новое. В связи с экстремальным якутским климатом в зимнее время имеется огромный опыт лечения холодовых травм и обморожений. Специалисты центра входят в состав экспертов рабочей группы Минздрава Российской Федерации, составивших разработку клинических рекомендаций при обморожениях, а также разработку медицинских стандартов в этом же профиле.